Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Суть вопроса в том, что автор является высококвалифицированным специалистом в своей области, придя на новое место работы, имея все условия для того, чтобы работать, в общем-то, улажает на работе и делает косяки, которые для нее совершенно не свойства. И вроде бы ее все поддерживают, вроде бы все на ее стороне вроде бы, но при этом автор вопроса понимает, что, наверное, так продолжаться долго не может и если она будет продолжать в таком ключе, то ее просто уволят, что она, конечно же, не хочет. И автор вопроса спрашивает нас о том, как ей собраться, взять себя в руки и перестать делать косяки. Вот. Смотрите, ну, вот если говорить как-то о том, вот, то, что вы написали, то я бы сказал, что то, что вы описываете, очень сильно похоже на аутоагрессию, вот, очень, очень сильно похоже на аутоагрессию, вот, в том, в том смысле, что вы саботируете, сами, ну, сами саботируете свою деятельность, да, сами, ну, не позволяете себе, ну, делать вот то, что у вас получается лучше всего, и, на мой взгляд, у этого есть какие-то основания. Либо у вас крайне высокие требования к себе, вследствие чего вам, скажем так, гораздо важнее быть на хорошем счету у людей, у коллег. Вот. Либо вы не до конца отдохнули, поспешив, 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 начать работать снова. Либо у вас есть какая-то травма психологическая, которая не позволяет вам, ну, как бы, заниматься своей деятельностью, то есть, вот, собакаш, такой, такой, эм, само себя, да, он на ровном месте в общем и целом не происходит. То есть, собакаш, он, я бы сказал, всегда имеет определенную, ну, причину. Вот. И, самое лучшее, что вы можете сделать, это данные причины поисследовать, найти, найти их, разобраться с ними. Вот. И, собственно говоря, разрешить свой внутренний конфликт. Эээ, сейчас, эээ, сейчас, на данный момент, ваш конфликт стоит в том, что, эээ, сознательно, вы хотите работать, а, вот, у бессовна, получается, так, что, эээ, ну, что работать, вы не хотите. Вот. Понимаете, да? В чём, в чём, в чём, в чём, штука. Вот. Вот. И, вот, как бы, по такому пути, в общем-то, вы и идёте встречал. И ваша задача определиться, эээ, с тем, что конкретно вы, эээ, вот, ну, в себе, да, что конкретно эээ, в себе вы подавляете, что, что, что вы, эээ, ээээ, ээээ, саботируете, вот, ну, что вы саботируете, конкретно, вот, и, эээ, решить, для себя, проблему, вот. Вряд ли, эту проблему можно решить, непосредственно, эээ, в таком формате, формате ответа, эээ, на ваш, ээээ, ээээ, На мой взгляд, это сделать невозможно. То есть, тут нужен анализ, тут нужно разбираться, ээээ, ээээ, тут нужно исследовать. Вот. Если, если вы хотите, конечно. Ээээ, ну, я могу предположить, что, ээээ, как-то вы себя обесцениваете в этой ситуации небростой. Вот. А, попробуйте, попробуйте подумать, какие чувства ээээ мыслей у вас возникают, когда вы делаете косяки. То есть, ээээ, ну, на данный момент, ээээ, сейчас, ээээ, мне кажется, что единственное, что вы замечаете, единственное, что, вот, вы можете заметить, это, собственно, самые, самые косяки. Но, важнее увидеть то, что происходит перед ними. Какие чувства, выводы, выводы, и так далее. Вот с этого, и давайте начнем. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. вот, вам очень благодарен. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!